Дорогие друзья, если вы где-то далеко, то в зоне семинаров в нашем книжном отделе начинается презентация поэтического сборника «Осеннее вино» Сагизбая Султанова. Приходите, пожалуйста, к нам сюда. Тем, кто уже сюда пришел, спасибо вам огромное в эту тяжелую погоду, в эту хмурую осеннюю и слегка нерадостную нам обещали снег, но снега не дали, дали только дождь. Но вы настоящие любители поэзии и искусства, поэтому, наверное, все равно мы как-то проведем этот вечер. Так просто разговаривать, как будто бы попроще. Мы приветствуем. Сейчас сядут и разложат зонтики. Не получилось, я. Сядут, разложат зонтики, и мы начнем. Сегодня мы собрались, собственно, я в двух словах представлю нашего прекрасного героя Сагизбаев Розбаевич Султанов. Он поэт, скульптор, художник. Вот здесь мы видим прекрасные работы, и мы видим… Я тоже пристану. Мы видим скульптуру, но, к сожалению, только на репродукциях. Так бы хорошо было, конечно, здесь скульптуру увидеть живую, и сегодня мы еще обсуждаем поэтический сборник. Но начнем мы не с него. Расскажите, пожалуйста, про вас, как вообще складывалась история, как вы шли вот этот путь художника, получивший образование, и потом человек, который делает поэтический сборник. Как вот этот путь складывается? Вы знаете, наверное, это происходит как-то так, само собой, потому что идет такой внутренний, может быть, и не только внутренний процесс. Тогда ты в самой юности, в молодости, увлечен всегда поэзией, стихией. И это получается как часть твоей жизни. И это постоянное присутствие не только в живописи, там, в скульптуре, но и в поэзии, которую ты любишь. Ну, это как болезнь, наверное. Это как болезнь, которой ты болеешь постоянно и думаешь порой, и зачем я этим болею, или еще что-то. Но все равно продолжаешь, так сказать, этим болеть. И вот, наверное, конечно же, ты читаешь много поэтов со школьной скамьи в студенчестве, в молодости. Это классические наших классиков. Потом открываешь для себя что-то еще новое. И так оно идет, накапливается, накапливается потихоньку. И собирается такой материал, который живет у тебя внутри. И так получается, что он хочет вырваться наружу и найти свой выход. И, наверное, получилось так, что он как-то нашел свой выход и пошли. И, конечно, медленно, но пошли стихи. Хотя, если так разобраться, поэзия, она такая вещь сложная довольно. Она требует очень много кропотливой работы. Хотя, так если говорить о стороне материальной, она, в общем-то, ничего не дает. Ну, забирает массу времени. Потому что слово – это такая вещь, которым нельзя грешить. Совершенно нельзя грешить. Вот на первой странице у меня такая девиз, что ли, девиз этой книги – поэзия слова. Почему поэзия слова? Потому что слово – это, опять же, я, может, повторюсь, слово, оно не терпит лжи. Можно ошибиться в живописи, там, может, никто не заметит. Можно ошибиться в скульптуре тоже, это как-то смажется. Но неточно сказанное слово сразу пронзает своей неточностью. Поэтому слово – это продукт на выходе фоэзии. Это чисто такое мое мнение, это чисто мое личное мнение. Поскольку я занимаюсь, ну, в основном, как-то по жизни. Ну, в советское время, вы знаете, наверное, все мы были оформителями. Это единственная, пожалуй, работа, которой можно было работать, что-то зарабатывать. Ну, правда, были и скульптурные дела. Вот, я как-то, может быть, даже и отмечал, не помню. Делал я и памятники такого погибшим в Великой Отечественной войне. У меня даже два памятника есть. Ну, как это я к тому, что бывают и такие работы, но это нечасто. В основном, оформительство. Немножко преподавал я. Ну, вот такой процесс идёт. Ну, интересно, папа, то, что не у всех трансформируется та же любовь. И где преподавали? Я преподавал в Актюбинском культпросят училище. Вот. Я преподавал живопись, будучи скульптором. Вот, я хотел как раз спросить, что-то у нас прям вообще громко очень. Я хотел как раз спросить, а вот, ну, вы скульптор по образованию, вы закончили скульптурный факультет, получается, как бы. И вот, сколько вообще, как это быть человеком, который выбирает настолько сложную ему... Ну, ладно, вот люди заканчивают графический или живописный факультет. Ну, там какой-то небольшой или большой, там, как повезёт, там, мольбертик, там, ещё что-то. Ну, скульптура, ну, это же супергигантская история. То есть ты должен вот себя приготовить изначально к тому, что ты будешь ваять. Тут другого слова даже не подберёшь. Вот как вообще, в принципе, вот вы выбрали это направление? Почему? Как это всё произошло? Ну, если так говорить простым языком, то скульптура такая вещь, что она требует чисто такого профессионального подхода. Вот, там много очень таких профессиональных тонкостей, которых нет, пожалуй, тонкостей, трудностей, может быть, даже своих каких-то, которых нет, например, в живописи. Нет в графике. Там, допустим, если график приходит на выставку, он приходит и так с папочкой, там, а сколько-то тянет, тянет там свои работы усилиями, там, да. Вот. И плюс на работе, допустим, даже когда я учился по молодости, приезжал домой, и мама говорила, «Боже, сынок, ты что такую грязную работу выбрал? Вон сосед, он таксист обработает, танцисты, и хорошая работа такая у него, говорит, а ты, значит, что-то ещё и учиться надо на этом». И вот так вот. Ну, что делать? Ну, скульптура – вещь очень серьёзная. Анатомию надо знать, в общем-то, да, конечно, в скульптуре особо надо знать анатомию. Да, это да. Но интересный вот такой момент, что же такое скульптура? Я вот как-то, сейчас я уже не молодой, как-то вот собрался такой сгусток, что ли, мысли, что что же такое скульптура вообще, такая вещь? И вот, допустим, что же такое поэзия? И они родственники. Скульптура любит поэзию, я заметил. Поэтому у меня многие вещи, я вот не зря сделал здесь, выставил фотографии скульптурных работ, потому что по мотивам вот этих скульптур, которые я сделал когда-то, я написал, то есть поэтическую, так сказать, поэтическую параллель. Хотя, да, поэтическую параллель, но поэзия живёт своей жизнью, естественно, но толчок был вот именно от тех скульптур, которые я делал. И забавно, я вот сейчас знаю, даже не понаслышке, не читая где-то или ещё что-то, я это сам прошёл, потому что действительно скульптуры дали мне ряд, и, между прочим, неплохих вещей, если я вот буду читать, то это заметно, там ударные вещи такие, это дала мне скульптура. Живопись немножко другая, она хитрая штука. Она не то, что хитрая, но она любит такой вот труд, то есть постоянное присутствие, труд, труд. И если, допустим, в живописи ты работаешь над работой, которая тебе близка, допустим, мне близко, например, городской пейзаж, вот этюды, которые я здесь выставил, это не зря. То есть чтобы хотя бы чуть-чуть продемонстрировать, а вот, кстати, да, этюдик, продемонстрировать, что это серьёзно. Я хотел спросить у зрителей, а как вам будет комфортнее? Мы сначала поговорим, потом почитаем стихи, или читать стихи в процессе? Как лучше? Вам как комфортнее? Читать будем внутри разговора, или мы сначала поговорим, а потом вы почитаете стихи просто? Конечно, потому что читать надо тоже, конечно же. Давайте, можно по ходу читать его. Давайте тогда вот эти скульптурные стихи какие-то, стихотворения какие-то, которые... Спасибо большое. Тема рождения и смерти – это вообще, мне кажется, такая отдельная, отдельный разговор, отдельная тема в любом виде искусства, в писательстве, в скульптуре, в поэзии, вот. Так вот, если разобраться, как-то я по молодости читал Анну Каренину Толстого, и, ну, так, как-то особых выводов я не сделал, потом по зрелости читал, и вот, когда я по старости вот прочитал, мне вдруг ясно, отчётливо вырисовалось две вещи, вот он там обозначил, это рождение и смерть. Вот эти две вещи почему-то мне запомнились именно в последнем прочтении этой книги. Они не были такими ударными, когда я читал их там по молодости, по юности, там, то есть, вот. То есть, это, мне кажется, вот эта тема важна очень, потому что, если человек не рождается и не умирает, он, значит, не живёт. Только живой человек может жить, если он прожил жизнь и умирает. Вот. Всё искусственное, видимо, поэтому, так вот, я вот сейчас пытаюсь донести, всё искусственное, оно есть искусственное, вот, а живое в жизни, оно рождается, живёт и умирает. Вот, где-то так. Может быть, вот именно понимание вот этого наталкивает на такие вещи. Вот у меня, конечно, я не записываюсь там в какие-то там значительные, в... не записываюсь в когорту великих, но какое-то маленькое понимание есть. Так умирающий кентавр. Умирающий кентавр, мой друг и брат, в ремонт далёких предок сегодня пред тобой я виноват, прости, но гибель и сюжет для вас нередок. Летел ты вихрем по степям, как братья, деды и отцы, эпохи крови и огня, битв сокрушительных гонцы. Тьмы гибли вас, и скошено врагов в огне и крови, но всё равно вперёд лететь ты был готов, и только гибель остановит. И вот удар, копьё врага пробило щит и грудь, и смерть и ураган понёс тебя к земле в последний путь. Ты встретил мужественно смерть, как деды и отцы, и песню для тебя «Хочу я спеть», так умирают настоящие бойцы. Честь для мужчины также умереть. Именно вот эту вещь, которую я сделал уже довольно давно, по «Умирающий кентавр» тоже, вот он у меня называется, и породил вот такое словесное сопровождение. И вот сразу, так сказать, раз уж я начал тему рождения и смерти, у меня есть рождение Луны. Вещь, которая говорит именно о рождении. Вот фотографии, которые тоже здесь находятся. Сейчас я... А, да, вот внизу, да, вот там внизу от зрителя с правой стороны. вот рождение Луны. Что, давай найдем? Сейчас минутку мы найдем. Пока мы ищем, скажите мне вот ответ на такой вопрос. Как вы выбираете вот этот инструмент, что вот сейчас вот это... Ну это же в конечном счете приходит некая мысль, да, условно, некий образ, и потом вы находите инструмент, которым вы его реализовываете. Скульптура, там, поэзия, живопись. Вот как вы определяете, что вот это я должен реализовать в живописи, а это я, например, должен реализовать словом? Ну вещи, которые, например, я делаю в живописи, они редко дают толчок для поэзии. Вот я сразу в начале своего, так сказать, своей речи отметил, что живопись, она немножко не подруга поэзии. Ну это мое чисто личное мнение, конечно, это просто мой опыт такой. Подруга поэзии — это скульптура, это тоже мой личный опыт. О рождении. Рождение Луны. Как женщины родили нас, живущих на земле, ночи в сумеречный час Луна рождается во мгле. Не слышно ночи женский крик в звенящей тишине Луны, рождающейся миг, таинственно и недоступно мне. Она приходит из вселенной, из носи сумеречной, и красотой несравненной, неумирающей и вечной. Дает надежду нам, живущим на земле, пребудем так же, как она, как звезды в тишине. Пусть женщины рожают нас, пусть слышится их крик, пусть вечно будем на земле. Хоть жизнь у каждого лишь. Мик. Ура, друзья, проаплодируем. Это, мне кажется, заслуживает. Скажите мне, вот у вас достаточно стилистически, за нами стоят большие прекрасные работы, они яркие, и в них есть такая более экспрессивная манера. Маленькие работы, которые пейзажные, они более такие импрессионистские, что ли, и пейзажные. Как вы работаете с образами с точки зрения именно подхода инструментария? Да. Ну, этюды, которые здесь находятся, это городские пейзажи, то есть, когда, особенно, здесь все осенние пейзажи, вот, осень, самое такое, самое такое поэтическое время, в общем-то, если так говорить об осени, это самое поэтическое время, где она, осень, она вдохновляет и поэтов, и художников, вот, всех творческих людей, вот, своей тоже, опять же, своей красотой, своей печалью, своим увяданием, моментом того, что прожито, и, моментом того, что прожито, и уже готова уйти, так сказать, в зиму, вот. это, я говорю об этюдах, о работе с натурой, вот, об осени, которую я люблю особенно, вот, ну, как и все, я уже отметил, вот, вот эти работы большие, которые стоят у меня за спиной, они рождены по мотивам, по мотивам стихов, так, то есть, это, так сказать, обратная связь, то есть, обратная связь, что ли, идет от стиха к живописи, вот. Здесь у меня две вещи, называется, там она, в начале, по-моему, или там, посмотри. Давай. Песня, там, кстати, есть две песни, одна про Патрисию и Касс, ну, посмотри. И другая работа по мотивам, Климта, по мотивам работы Климта, называется она «Картины Климта». Вот. Так, а, нет, 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 это не песня, сейчас, так. А, да, 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 правильно, правильно, правильно. Так вот, работа, которая у меня сзади находится, большая работа, называется «Песня». Вот. Нет, нет, все нормально. Нет, я просто сосредотачиваюсь. вот. Ну, поэт, я как-то стесняюсь даже этого слова порой, как, наверное, все поэты. Вот. Поэт живет, вообще, творчество или человек живет в своем неком, в своем мире, где происходит, так сказать, он живет в каком-то своем творческом состоянии, и порой, когда ты открываешь окно утром, наверно, тебя тревожит то, что происходит в этой жизни, в этом мире. Вот. Наверное, это сгусток тех мыслей, которые, может быть, ты даже об этом как-то и конкретно не думаешь, но это сгусток тех мыслей, когда в мире собирается много негатива, очень плохого, начиная от таких мелких, может быть, вещей, даже таких чисто житейских, бытовых, там, то, сего, рабочих моментов. Вот. Когда происходит некая замена ценностей, что, когда выдают чёрное за белое, а белое за чёрное, и, наверное, ещё эта вещь исходит из того, что тоже какой-то, может быть, внутренне такая мысль, что жизнь сейчас особенно, да и вообще она идёт так, что нас почему-то пытаются сократить, кидают на нас болезни, и люди ещё как будто присутствуют не здесь и не сейчас в нашем веке, а живут тысячелетней давности мышлением уничтожить друг друга. Вот, наверное, сгусток вот этих мыслей породила меня вещь, песня. Вот. И когда я её написал, у меня появилась такая мысль написать живописное, что ли, сопровождение этой работе. Вот. И песня. Утром окно открыл, окно моя броня, там серое войско стояло, и всё это против меня. Серая грозная масса, мне это не одолеть, и я зову трубача, песню тревоги спеть. Трубач мне песню играет, но мир как свинцом залит, и серое войско стеное, стальной массой стоит. И вот один я в поле, нет никого за мной, пусть в поле один не воин, не прогибайся и стой. Если идёшь по жизни, ты должен песню спеть, бойся не спеть свою песню, не бойся умереть. Ура. Это вообще не бойся, это серьёзный лозунг. Расскажите немножко про ваш удивительный опыт работы на улице, на Арбате в том числе. Я так понимаю, что для вас очень важно в последнее время то, что вы можете писать это практически с натуры, можно так сказать. Чуть-чуть расскажите об этом. Ну, Арбат это место, где это определённая такая свободная площадка, где любой художник может прийти, работать, что-то себе не будем, так сказать, высоко летать, что-то заработать себе там на хлеб насущный, так сказать. То есть, это такое место, где можно заработать. каких-то творческих посылов она не даёт. Но, тем не менее, как говорится, не место красит человека, а человек место. на Арбате тоже можно делать хорошие вещи, можно писать, можно даже продавать что-то хорошее. Арбат сподвигает тебя на такие вещи, как есть у меня тут такая вещь, сейчас я вспомню. Так, так, там, ну, есть вещи, шарж, я писал шаржи на Валеру Баталова, товарищ мой хороший, вот, и ещё одного товарища, вот, но это не главное, там есть хорошая вещь, сейчас, ну, давайте шарж я прочитаю. Шарж, ну, я не знаю, принято это в поэзии, нет, но у художников принято шарж, вот, так что очень такая простая вещь, плывёт Валера по Арбату, и на распашку пуховик, и взгляд сурового пирата, так не идёт тебе, старик, но ты в работе одержим, купюрой парусом движим, портрет, портрет, ещё портрет, тебе, старик, покоя нет, художник-автомат в одном, Арбат поведал мне о том, портрет, портрет, ещё портрет, им в телефоне края нет, на флуке был ты морячок, но забурел наш старичок, теперь ты мафия, пират, и борем стал тебе Арбат. вот такая вещь. Ура. Мой вопрос скорее был о том, даёт ли вот эта улица и нахождение на улице какую-то энергию, или эту энергию проще брать из себя, изнутри, и лучше тогда в этом плане сидеть в мастерской и рисовать в мастерской, писать. Простите. Я понял вопрос. Вот. Ну, опять же, я бы не сказал, что Арбат даёт такую энергию. Даже не то, что Арбат даёт. Ты всегда в ходе мастерской писал с натурой. Да, да. Мне даёт энергию всё-таки работать с натурой. Это настоящее. Я почему оставляю здесь пусть этюд, но он настоящий. Пусть маленький, но настоящий. А то, что делаешь на Арбате, ну, это на продажу. Так что не буду клювить душой. Арбат не даёт таких каких-то таких творческих движений. Так же, Юра? Да. Да, я думаю, да, так же. Вот. У меня тогда вопросы по поводу сборника. Это достаточно массивный труд. расскажите, как долго и как сложно это всё собиралось. Ну, здесь сто шестьдесят три вещи. Вот. 163 вещи, друзья, представляете? Ну, это не так уж много, в общем-то, там есть и коротенькие такие вещи, но тем не менее. И я ещё хотел бы, как раз вот пользуюсь вашим вопросом, сказать о рисунках, раз уж... Это будет мой следующий вопрос. русский вопрос. А, да? Ну, хорошо. Хорошо. Как-то мой папа, я его дочь, вот Сигизба Султанова, он всегда, ну, ассоциировался у меня с художником и с кульптором больше. Вот. Ну, говоря о том, вот как он стал поэтом, я вспоминаю, что порой он стал делать какие-то поэтические зарисовки на семейных праздниках, в семейном кругу, но постепенно это стало перерастать у папы во что-то более серьёзное. И, наверное, да, вдохновением очень во многих стихах стали его внуки, реальность, в которой он жил, окружение. Ну, наверное, в принципе, даже в молодости, в юности многие увлекаются поэзией, и пишут, и иногда что-то даже порой думают, что серьёзно займутся этим, но это этим не оканчивается. Ну, в принципе, папа стал писать довольно поздно, вот, но к нашему, к нашей радости, вот, это оформилось, всё-таки нашло выход, ты даже оформилась целую книгу, вот, и, в принципе, стихи, я, может, не объективно, конечно, но они мне нравятся, надеюсь, мы их оценим, вот, читатель оценит, вот, и примет, ну, это уже покажет время, вот, забрали, ну, да, какой-то, было, да, да, было какое-то, но это так, незначительно, я считаю, но, вот, вот так вот интересно, что папа из художника, из кульптора, вот, и у него ещё и появилась книга в итоге, вот. Спасибо, дорогая. Вот так, что же дал Арбат? Вот, вы знаете, Арбат дал мне одну такую очень серьёзную вещь, был такой случай, я работал на Арбате, и был туман, мороз, вот, работы не было, и я увидел женщину, она была, видимо, такая, хотя, вообще-то, я не буду рассказывать, я прочту. В те дни, когда туман морозный, висит сплошной серой пеленой, когда удар сосульки об асфальт, нам слышится, как грохот канонат, прохожие мистическим видением, нам кажутся, с других планет, и время есть у нас для размышлений, и на морозе мы стоим, туман, работы нет, и здесь, в тумане зимнего Арбата, холодной серой тишине, как тень печального заката, а может, показалось мне, шла по бульвару дама, стук каблуков, глухой в тумане, в глазах прерывистой походки, все было боль, утраты, драма, рука заложена в манто, платочек скомканный в другой, полу расстегнуто пальто, прижато судорожной рукой, сам нам было мороза и зимы, изгодствах серого тумана, но было все в ней, земное, без обмана, то женщина, и горе видим мы, такое видели мы в жизни, все не ново, наверное, кто-то предал, обманул, привыкнуть только невозможно, как жить в тумане, видений, и сам нам был, обеду тяжкую боль, она несет, не понимая, за что и почему же столь, и ноша горькая такая, и видим мы, Арбат и я, мороз, и утренний туман, бывает в жизни, коли я, не лед, и холод, и обман. Вот это дал мне Арбат. Ура, ура, ура. Это дал мне Арбат. Как у меня вот вам вопрос, как со стороны смотреть, как вот отец старается и собирает это, как ему помогали, как вообще работа шла, расскажите немножко со стороны. А давайте я даже не со стороны, не со стороны, а скажу, мы как-то не представили, вот Алюша, она сделала вот этот великолепный портрет, это ее работа, она очень талантливая у меня. Вот, да. Ну, почему? Нет. Потом она стала редактором этой книги, не говоря же о том, что она проделала массу рутинной работы, которые, конечно же, есть при создании книги. Так что Алюша приложила очень и очень много усилий, так сказать. Вы получили замечательную помощь. Ага, ага, ага. Да, спасибо. Спасибо. Слава. Ну, если возвращаться к вашему вопросу, то, ну, я же говорю, больше скорее это начиналось, как внуки, наверное, да, вдохновляли, вот, на каких-то семейных торжествах, вот, папа делился, не смело, вот, порой, вот, своими зарисовками поэтическими, вот. Ну, я не знаю, в том плане, что, как наблюдать, ну, я всегда была, в принципе, с самого детства, вот, вот, свидетелем, как папа делал скульптуру, сама принимала даже участие порой, вот, и тут, наверное, знаете, наверное, когда смотришь вот фильмы о том, как экспрессивно художник там накидывает на полотно краску и всякое такое, нет, это немножко, я с этим не согласна, вот, вот, и это все-таки внутренняя больше работа, и она, наверное, ну, только художник, скорее всего, знает об этом, вот, а я, ну, являюсь просто свидетелем, вот, и не знаю. Выросли на атмосфере? Да, это правда, вот. Это занятно было сказано, что внуки и праздники, это вот как-то эскизы и шаржи превратились в сборник. Наверное, это... Это можно... Наверное, нет, это, наверное, какие-то такие... Нет, фрагментарно, наверное, это что-то, а такие серьезные какие-то работы, серьезные... Серьезная поэзия, это уже внутренний труд, вот. А так, я имею в виду, что папа делился с нами, вот. Ну, начиналось так, что для нас, по крайней мере, для окружения, что он делился с нами вот своими поэтическими зарисовками, ну, относительно внуков, там, каких-то событий, которые непосредственно касались нас, вот. Вот так, как-то так это происходило. И вот, если позволите, я вот вернусь к скульптуре, которая мне подсказывала такие вот хорошие такие моменты, вылившиеся в поэзию. Манкурт. Он здесь тоже есть, фотографии. Так, Манкурт. Верхняя? Да, вот, верхняя с правой стороны. Вот это старые фотографии, это, наверное, лет 25 назад, наверное, я делал эти вещи. Вот. Они прошли выставки. Вот. И потом уже ушли от меня. Вот этот Манкурт дал мне такое, тоже одну из неплохих вещей поэтических. Вот. Натянут лук В руках безумного Манкурта Лицо гримаса Полный мук От глаз Пустых до рта Он не живет, Он существует В его поступках И движениях Огонь безумия Бушует И пребывает Он в мучениях Страшнее не бывает Существа Двуногого С оружием В руках Чем человек Не знающий Родства Безумного В поступках И делах И он стреляет Без разбора Не знает Истинной лжи Не видит Своего Чужого Нет для него Границы И межи И натянул он Лук Как мог Его последнее Движение Земля уходит Из-под ног И неминуемо Падение Ну будешь ты стоять И лук Безумстве Натянув Невидимых Врагов Стрелять Чтоб видел Всяк Как страшен Ты Манкурт Как страшно Всякое Безумство И разум С сердцем Призовут Чтоб было Все в нас Без Манкуртства Давайте я в продолжение Прочитаю Ван Гог В поэтическом плане Он Не очень у меня Сложился Несколько Такой Ну Я не скажу Поверхностный Наверное Где-то Информационный Что ли Он пошел Ван Гог Но тем не менее Ван Гог Здесь у меня Получился Серьезный Вот Ван Гог Творец Легенда Человек Изгои Пламенный Мятежник Потрясший Нас 20 век Полей Людей Солнца Вечного Художник Тернистым Был Твой Жизнь И путь Отвергнутый Людьми И веком И одиночество И труд И выстрел В грудь Ты стал Легендой Человеком И вот Стоишь ты Перед ним И будет Век Идти За веком А ты Живой И непобедим Творцом Ты был И человеком Неравнодушным Неглухим Любил ты Жизнь В невгодах Стойки Людей Для них Ты был Чужим Отвергнут Странник Одинокий Неистовый Во всем Творец Романы В письмах Написал Порывы Страстного Отец Главой Движения Это стал То, что Упорство Мужество Творит Полотен Красочных Святений Полотен Красочных Свечений И письм Жизнь Откровений То маяком Для нас Горит Ван Гог Все, что Делал Пип Твои Души Неистовые Порывы И сердце Пламенного Кровь Картины Красочные Взрывы Твою Тобою Двигала Любовь Ура Помимо стихотворений В этом сборнике Волшебные Графические Этюды Расскажите Немножко О том Как это Все Рождалось И Параллельно Или К стихотворениям Как это Происходило Мы Покажем Зрителям А то Так Немножко Не очевидно Вообще В этой книге Я Обозначил Свои Рисунки Не Как Обычно Что это Иллюстрации Вот Я Обозначил Как рисунки Автора Этот момент Был Выбран Мною Очень Сознательно Потому что Иллюстрация Ну она Как бы Иллюстрирует Стихотворение Вот Где-то Может быть Подчеркивает Усиливает Может быть В какой-то степени А Рисунки Они Идут Где-то Параллельно Вот Они идут Своей параллельной Жизнью Они Немножко У меня Во многих вещах Обстрадированы Вот И они Живут Своей параллельной Жизнью И Это Рисунки Вот Но вместе С тем Они Созвучны Стихам Которые Они Сопровождают Вот Это Было Сделано Мною Очень Сознательно Для того Чтобы Не для У меня У меня Есть Мысль Такая Что Чтобы Они Жили Своей Жизнью И У меня Есть Мечта Ну Может быть Это уже И не мечта Может быть Это реальность Поскольку Все Таки Сделать Рисунки Все таки Полегче Например Чем Сделать Живопись Я Хочу Даже Вот Делюсь Своими Планами На будущее Может быть Забегая Немножко Вперед Но У меня Сразу Когда я Сделал Эту книгу Сделал Рисунки И Эта книга И вот Эти вот Рисунки Мне Подсказали Что Можно Сделать Осеннее Вино Рисунок Вот Там Где Уже Будет Превалировать Не Поэзия Она Будет Идти Как Сопровождение А Рисунок Как Отдельное Так Сказать Произведение Искусства Уже Кстати Нет Я не Принес По-моему Несколько Рисунков У меня Есть Более Уже Таких Разработанных Вот Ну Мечта У меня Такая Мне кажется Это Выполнимая Сделать Книгу Осеннее Вино Рисунок Вот Это Интересно Будет Тоже Как Это Книга Где Не Рисунок Сопутствует Тексту А где Текст Уже Будет Сопутствовать Рисунку Ну Ну Наверное Текст Останется Мне кажется Тот же Но Я хочу Рисунок Где-то Выделить На первый План Вот Такой Вот Вот Такой Ход Мы обычно Говорим Дорогие Читатели Но Сегодня Дорогие Зрители И читатели Если у кого-то Есть вопросы Какие-то Комментарии Мысли Я с удовольствием Передам вам Микрофон Поднимайте руку Я вот готов Отдать микрофон Вам Юра Давай В каком году Закончили Алматин А где вы учились В каком школе В Алмате Когда вы родились В Алмате Где вы учились Я родился В России В Оренбургской области В 1954 Годовом Я приехал Поступил в училище В 1976 году Закончил В 1980 И вот В Алмате Так что 44 года В Алмате Ребята Серьезный срок Многим Столько лет Нет Кто здесь Находится Еще кто-нибудь Какой-нибудь вопрос Комментарий Поздравления Сборник вышел Все-таки у автора Я вижу Я вижу По вашим глазам Жене Мы еще скажем Безусловно спасибо Но еще немножко рано Всем добрый вечер Я тоже Я младшая дочь Нашего сегодняшнего героя Мне кажется Историю создания книги Недостаточно Раскрыли? Нет? Приоткрыть Приоткрыть? Конечно Автор? Нет? Ну ладно, окей Хорошо Тайна останется тайной? Или нет? Или да? Да, пусть это останется тайной Вот это сюрпризик будет Когда выйдет И там будет Да, тайна первая будет Вот так мы будем ждать Постой, постой Сколько скульптур взял За свою жизнь? Количество? Вы знаете Я что-то не считал Как-то подсчетов Подсчетов Нет, у меня нет учеников По скульптуре Я скульптуры не преподавал Не преподавал А из чего Скульптуры? Глина? Материал на выходе У меня дерево Потому что бронза Это дорого Камень Тоже вещь хорошая Но Тоже специфичная немножко В музее у меня есть Там две работы Это чисто такие Городской пейзаж Мне кажется Так уж Останавливаться Заостряться на этом Может быть И не стоит Вот Так что Нет, ну это Это действительно так Это действительно так Вот так в музее работы не берут Ну что делать Берут Бывает Сегодня какой-то Вечер тайн Просто Ответь Пожалуйста Вторую книгу стоит Ждать Когда? Ну или есть Для этого Материал Как-то Собираешься Или еще не созрел Материал Материал вот он Например Осень, Желтое море По нему я сделал Например Рисунок Такой Легкий Набросочного порядка Но правда Он же Вообще Набросочные рисунки Они всегда живые Ну Вот именно По мотивам Вот этой Допустим Осень, Желтое море Я например Буду делать уже Более такой Разработанный Разработанный рисунок Разработанную работу Вот Она будет уже Такая Действительно Самостоятельная Работа Именно в рисунке Черно-белое Черно-белое Самое время Услышать стихотворение Осень, Желтое море Мне кажется Все солнечным Вот как раз И осень Все солнечным Светом Залито Сверкает Осенний день Холмы Сединою покрыты Гор Серебрится тень А воздух Прозрачный Качаясь Несет паутины Волны Осень Желтое море Бушует Красками Полно Да Вот как раз Я открыл Опять же Возвращаясь К скульптуре Если у меня Был То есть Я ничего Не Конечно Рассказать Историю Самое Интересное Хорошо Хорошо Вот Скульптурная Композиция Пегас Вот у меня Здесь он Тоже есть Рывок Мой конь Пегас Ты воздух Жабрами Схватил Тараня небо Мощью Мас Кусок Свободы Проглотил Свободы Воздух Полный Грудь И шеи Звонкая Струна Тебе Открыли В небо Путь И крылья Вздыбилась Волна Копыта Молот Воздух Бьет В нем Дух Свободы Не погас Синь Небо Океана Пьет К земле Прикованный Пегас А тело Мас Углов Излом Как лук Изогнут И дает Стрелей Идущий Напролом Стремительный Полет Продолжение Осенний Пир Пьянящий Осенний День Хрустальный Прозрачный Мир С деревьей Желтый Ливень Осенью Буйствует Пир Залит Багровым И золотом Города Сказочный Цвет Все Это Словно Истина И лжи Никакой Здесь нет Но вдруг Среди Этого Мира Билборд Афишей Кричит В рекламе Лицо Из фарфора Как в истине Ложь Торчит Пьянящий Осенний День Хрустальный Прозрачный Мир С деревьей Желтый Ливень Осенью Буйствует Пир Ну и в продолжении Наверное Если позволите Или Вопросы Густыми 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 Красками Наполнен Все будет Окей День 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 Серебристый Тополя День Серебристое Вино Все Солнечные Пыли Стоят Тополя Золотые Могучие Стволы Печаль Синих Тополей Мерцает Белыми Стволами Рядами Редкими Олей И Сыпет Листья Под ногами И Отражается В воде Кругом Лежащей Зеркалами Это Осень Это Все Осень Вот Именно Дает Она Так Поэтический Толчок Что Лев Друзья Еще Вопросики Комментарии Какие Нибудь Что бы вы Хотели Пожелать Читателям Особенно Юнным Ну Не только Читателям Я бы Пожелал Всем людям Живущим На этой Земле Чтобы Все Были Счастливы Чтобы Любили Эту Землю Любили Этот Мир Любили Друг Друг Ведь Если Так Разобраться Только Любовь Двигает Нашу Жизнь Вперед И В положительном Направлении Я так Думаю Слушайте Золотые Слова Безусловно Здесь Собралась Вся Семья И Конечно Это Прекрасная Отдельная История Что Люди Сохраняют Отношения Дружбу Любовь Это Конечно Когда Все Друг Друга Поддерживают И Творческих Людей Надо Поддерживать Этот Прекрасный И Вот Сейчас Как раз Слова Благодарности Семье И Прекрасной Супруге Сколько лет Вы вместе С женой Мы Живем Уже Сейчас В 82 Году Поженились И Уже 42 Года Выходит Ситуация Еще Пара Стихотворений И Будем Расходиться Давайте Давайте Одно На выбор А одно Наш Юный Зритель Читатель Выбери Цифру Мы Прочитаем Абстрактное Стихотворение По цифре Скажи Цифру Вот Ребята Давайте Я сначала Сейчас Одну Вещь Прочту Она Такая Немножко Нет Она Не с юмором Но Она Вот Как раз Касается Именно Нашей Жизни Как-то Что ли Вот Интернет Паук Паук Всемирный Интернет Опутал Паутиный Мир И тем Кто в сеть К нему Попал Устроил Виртуальный Пир И сетью Связаны Они Там Игры Музыка Кино И в забытии Проходят дни Пьют Ядовитое вино Они бегут Идут Стоят И по углам Они сидят Хмельные Виртуальные Страсти Пьют Интернет За сладкий яд И в туалете И в кровати Под одеялом За столом Люди Зомби Автоматы Все поглощают Напролом Не сомневаюсь Спору нет Весь мир Там собран Обо всем Нам нужен Быстрый Интернет Все из него Мы узнаем Но он Безмерный Кипяток Он рулетка Казино Он с ядом Смешанный напиток Он ядовитое вино Любите Читайте книги И картины Не бойтесь Музыки серьезной И настоящего кино И жизни полной Без паутины И вы запьете Не виртуальное вино Я не трибун И не глашатый Не тетивастриле Все для меня Как внуки Дети Сестры Братья Я человек Живущий На земле Мне кажется Отличное послание Человечеству Да Вот где-то так Где-то так Когда нам ждать вторую книгу Когда нам ждать вторую книгу Самое ближайшее время Вот Все Мы будем ждать Ну что еще Вообще Да Ну внуков Ну что Ну что Девяносто Ну вот Дочь мне сказала Что Да Не мне А вообще Сказала нам Что Внуки Очень Такой Большой Пласт У меня здесь Вот Они действительно Вдохновляют И вот Внучок Не слышно Что-то Друга Того Что во мне Сидит Может Чем-то Обидел Он сегодня молчит И мне самому тоскливо Словно чего-то жду А день проходит Лениво Дела мои Не идут Зато Карабус Внучок В дверь ко мне стучит Это мой младший дружок Дада Дада Кричит К черту Бросаю кисть Знаю Это внучок Ему открываю дверь Мой золотой Малышок Это вот Ура Аскар Ну Мы будем ждать Нового сборника Уже Графического Да С вкраплениями Стихотворений Да Ура И соберемся снова Спасибо огромное Будем надеяться Будем надеяться Спасибо всем Подпишем Друзья Вы можете Сфотографироваться С автором Подписать книги Вообще-то Спасибо 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...